Эти часы отстают на 3 минуты. Предлагаю начать работу. К воруму есть 11 человек. Приступим к работе. Прежде чем приступить к работе, хотелось бы поздравить нашего коллеги Михаила Константиновича Минина с прошествием ее рождения. Желательно успехов. Здоровья. Еще у нас одна именинница сегодня отсутствует, по уважительной причине менеджмента Романова. Питунин тоже отсутствует, по уважительной причине. А вот Пирозерский и Крегатов должны прийти. Один путешественник. Так же незаметно. Не, он опоздал. Я не начну, если я подъем. Значит, Крегатов, как всегда, Килип? Да, сегодня день не его. Значит, поэтому приступим к работе, дарящий депутат. Повешка на руках, материалы все разосланы. Предлагаю проголосовать за поездку дня 20. Михаил Михайлович, одну минутку. Пожалуйста. У меня предложение не голосовать за основу первый и седьмой вопрос в связи с тем, что нарушены сроки подачи документов на НПА. Коварищи депутаты, поступило предложение Александра Цовича. Будем голосовать. Не молчите только. Голосовать. То есть, примем мы эти вопросы в поездку дня или нет? Или нет? В любом виде. Вопросы внесены с нарушением регламента. На кого? Я слышу, 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 слышу. Но, товарищи депутаты, так как разосланы они были сразу после 30-го сессии, естественно, мы не могли успеть задавать. Да нет, они входящие поставлены у вас в совете по дату. Знаю, вы запрашивали. Поэтому, товарищи депутаты, на ваше усмотрение будем рассматривать эти вопросы? Нет. Давайте голосовать. Почему на усмотрение, депутаты? Нам соблюдать регламент, не капли капли. Ну, Александр Анатольевич... Вы, как председатель Совета, толкаете состав Совета на нарушение регламента? Ну, можете так называть, как председатель комиссии... Потому что, на самом деле, за повестку дня отвечаете вы за формирование повестки дня. Да, я знаю. Два этих вопроса вставляете, нарушая регламент. Да. Александр Анатольевич, ну как бы вот регламент... Вопрос такой... Какой? Вопрос очень необходимый, серьезный, который нужно решать. Первого числа было, вот у меня есть даже разослана, было депутатом для ознакомления. Сразу первого числа все документы были отправлены. Вот, вопрос, который нужно решать. И поэтому его решать нужно. Надо его решать в соответствии с действующими законодательствами. Вы знаете... Согласен. Посмотрите, пожалуйста, Александр Анатольевич по регламенту, что рекламентирует. Там есть какая-то преамбула. Прям, да. Да. И мы имеем право на основании этой преамбулы, посмотрите регламент, что он рекламентирует. Мы имеем право решением своих депутатов принять этот вопрос или нет. 23 дня это больше для того, для приема наших документов. Если мы не успеваем что-то, а что мы сделали криминального, если мы рассмотрели раньше и готовы его обсудить? Я предварительно проговаривал со многими депутатами, у кого видео созванивался. В принципе, многие объясняли эту причину, что мы не успеваем. Депутаты подтвердят. И вопрос это ставил на каких усмотрений. Что решает нам его принять сегодня на следующем заседании? Те же сроки, о которых мы на прошлой сессии говорили. Помните, я хоть не был, но смотрел запись, вы и, так сказать, мысли произнесли, что все делается тому, чтобы выборы Тимошкова были после выборов губернатора. Чем первый вопрос мешает для объявления выборов? Подождите, у нас есть сулашение. А оно действует. Чем вы решаете? Предлагаю голосовать. Отнесение в повестку дня этих вопросов. О исключении из повестки дня этих вопросов. Можно вопрос? Александр Анатольевич, давайте, опять, от войных стандартов, чтобы не было, шестой вопрос тоже не сли. Да. Это там общий правовой акт. В каком числа был? Да. Подождите, Наталья. Посмотрите, у вас есть штампинг. За 23 дня внесение изменений согласно статье 22 регулярно. За 23 дня каких вы... Какого числа отправили? В каком штампинг стоит? Скажите, пожалуйста. Ирина Николаевна, скажите, какого числа отправили? 1 июня. 1 июня. 1 июня. 2-3 дня. Рабочих дня. Не соблюдаю. Ну что, каких рабочих? Почитайте рекламу. Почитайте. Хорошо. Давайте его снимают. Я предлагаю. Поставить на голосование. Я предлагаю поставить на голосование. Я предлагаю поставить на голосование. Да, тогда смысл нашего совета сегодня как бы отпадает. Почему? Это в вашем роде. Почему? Вы предложили это. Скажите, вот так. Я считаю, полемика здесь не вместна. В вашем роде. Давайте по голосу. Но мы голосовать можем, убрать или нет, только после принятия за основу. Не обязательно. Я предложил исключить из повестки нет до принятия за основу. Не выдумывайте ничего. Значит, ставим на голосование предложение Александра Анатольевича Говоряюча. Исключить два вопроса. Первый и седьмой из повестки дня. Кто за? Подождите, давайте и шестой. Давайте и шестой. Первый, шестой, седьмой. Кто за? Так. Буду считать. Раз, два, три. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо. Воздержались. Спасибо. Спасибо. Голосуем за повестку дня. За основу. Кто за? Против. Воздержались. Один против, один из первых. А на месте. Преступ. Так. Какие еще по повестке дня предложения? Замечаем. Есть? Да. Уважаемые депутаты, есть предложение рассмотреть изменения в бюджет в переносе денежных средств с одной стороны и на другую. Данный вопрос выносится по причине того, что у нас были проведены заседания правительства и есть поручение губернатора по реализации двух программ. Первое – это ямочный ремонт в дворах, перенос неосредственно этой цели. И второе – это вывоз несанкционированных свалок с территории городского округа. Доплатчиков будет Макарова и Елена Комонова. А ранее вы все думаете, вырезали на этих средствах? Если денежные средства переносятся с одной программы на другую, это программа с программой «Культура» на ЖКХ. Нет, я понимаю. Ранее были недостаточности средств? Ранее были на несанкционированной свалке и отложены недостаточные суммы средств, которая была отрасходована еще в апреле месяце. Это пока единственная сумма, которая у нас есть возможность реализовать, потому что проект «Банный лес» мы договорились с имитетом лесного проекта, он будет два проекта. Проект освоения лесов и проект самого «Банного леса» стоят дешевле, 10 миллионов заложенных, это будет 6. В связи с тем, что освоение денежных средств возможно только после проекта утверждения в комитете лесного хозяйства и соответственно утверждения влах архитектуры итогового проекта, то эти деньги точно израсходованы не будут по той программе. С учетом аукционных торгов мы должны понимать, что на те виды работ, которые будут предусмотрены проектом, эти деньги израсходованы не могут быть. Там могут быть израсходованы освещение, но у нас «Банный лес» идет по программе «Светлый год», то есть это совершенно другая программа, там заложено имя под новой программой. «Вообще так стоит, да, с этим у нас еда полная, конечно». Это не сейчас они появились, это годами. Это вот то, что в оврагах ГСК, берега, речки наши, к сожалению. Предлагаю поставить этот вопрос на голосование. Михаил Михайлович, опять же нарушает. Это нормативы правого. Понимаю, понимаем. Спасибо за напоминание. Можно отшить, я прокомментирую. Да, совершенно правильное замечание Александра Анатольевича, но реалии жизни и работы администрации и правительства, они немножко другие, нежели 23 дня на НПА. Задача ставится динамичной, и решение их администрация должна динамично исполнять все поручения, которые есть. Причем они совпадают с реалиями нашего города. То есть мы можем, конечно, здесь войти в состояние регламента, но ремонтироваться ямы будут во дворах, где живут наши жители. Свалки будут вывозиться с наших берегов и, соответственно, от наших дорожно-строительных декоративов, которые сваливали их долгое время в эти берега. Поэтому, с одной стороны, да, регламент – это важный документ, с другой стороны, мы должны понимать, что по регламенту это рассмотрение в конце следующего месяца, с учетом переноса денежных средств, направления материалов для проверки в КСП, внесения в план драфик закупок и закупки в 33 дня и переноса – это 15. Итого мы выходим на контракт в лучшем случае, это поддержка Совета депутатов и положить на исключение КСП в лучшем случае, в конец сентября. Когда эти работы уже никому не нужны, мы работаем для жителей, поэтому на решение Совета депутатов. Кирилл Александрович, вы имеете право, не нарушая ли главу, созвать неочередное заседание Совета депутатов, на который, на ваш взгляд, если вы считаете, что этот вопрос не требует чрезвычайного решения, вы имеете на это право. И тогда будет рассматриваться не в соответствии с 22 статьей регламента, а в соответствии с статьей о неочередном заседании. Александр Александрович, в любом случае, даже если сейчас администратор подаст этот документ, он будет 23 дня виситом? В любом случае. Нет, неочередной он 23 дня виситом и будет. А документ все равно дальше. Александр Александрович, если на ней... У вас уже был прецедент, Сергей Александрович, вы уже при Купомове все это делаете. Когда назначалось неочередное заседание, неочередное заседание, неочередное заседание выносятся вопросы, требующие безоблагательного решения. Глава города Тимошков считает, что этот вопрос требует безоблагательного решения. И мы уже пользуемся не статьей 22 регламента, а статьей о неочередном заседании. И все. В чем проблема? Давайте, когда сделаем сегодня, неочередной заседание. Опа! Какие проблемы? С оседлением идет прямая трансляция, если ты не очень правильно. Ассоцией, как всегда, правы, но я осмелился напомнить прошлогоднюю работу нашего Совета, когда мы многократно шли на несоблюдение сроков, просто необходимо было принять генплан, ПЗЗ, бюджет. Вы на это шли сами, добровольно, и не говорили... Минуточку, минуточку. И голосовали. Михаил Михайлович, посмотрите, пожалуйста, мои заключения по поводу ПЗЗ, генерального клана. Они даже... Нет, ПЗЗ точно, точно, но потом... Михаил Михайлович, присоединяйте лукавить. Прекратите лукавить. Просто-напросто. Ну как все депутаты здесь, пожалуйста? Ну конечно. Есть еще и записи. Есть еще и записи. Хватит врать. Спасибо. До здоровья, дорогие. Вот только аккуратно, с уважением. Давайте, товарищ адаптат, ставим на голосование о внесении данного вопроса в повестку дня. Кто за? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? 1. Воздержались? А кто у нас не принимал? 11. А, у нас не принимал. 11. 11. А, Андрюс, ты голосовал, извините, я не... Голосовал за. За, да? Тогда один против, 12, да. Восьмой вопрос, да, включаем, в повестку дня. Так, еще... А? Восьмого? Да, 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 да. Да, 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 да. Еще есть какие замечания по повестке дня? Предлагаю голосовать в целом. Кто за? Против? Воздержались? Двое. Спасибо. Приступаем к работе. По первому вопросу докладчик Неменкова, Наталья Вячеславовна. Пожалуйста, вам слово. У вас есть на руках решение, например, о принесении изменения, предложение о политике проявления конкурса. Почему возникла эта ситуация на предыдущем? Так как у нас в комиссии по участию конкурса претендентов на главу городского округа принимают участие, принимают участие не только кандидаты от наших депутатов, но и представителей правительства Московской области. Представителям Московской области было озвучено их предложение по новому положению. Его вам разослали. Какие здесь изменения в этом положении? У нас изменение произошло в названии, потому что в соответствии с 131 законом оно было применено в соответствии с этим законом. И вопрос еще 14 дней подачи документов. Статья 4, пункт 4.7. Почему, наверное, возник этот вопрос? Это тоже мы обсуждали с людьми, которые принимали участие в комиссии по приемам документов с Александром Сергеевичем, что было 20 дней, и большую половину этого срока, если не идти, 15, никто не приносил документы и не подавал. Последние 5 дней. Да, у нас получается, что мы оттягиваем время на приемы. Ну, как бы, сидим бесполезно и ждем, что кто-то принесет документы. Если люди принимают решение баллотироваться на главу, они уже это знают, и я думаю, что 14 дней вполне достаточно. Это мое мнение. Вполне достаточно на принятие этого решения и представленные. Остальное, таких, скажем так, изменений кардинальных в этом положении нет. Оно было нам разрушено 1 июня. Было время прочитать, посмотреть. Все, кто хотел и задавал вопросы по этому положению, они обращались в совет, приходили, общались по этому документу. Вот мое предложение рассмотреть его и... Рассмотреть чего? Положение. А, положение. Рассмотреть и принять его. Это предложение, у кого-то несколько другие предложения. Если есть какой-то вопрос, то пожалуйста. У меня вопрос к докладчику. Наталья Вячеславовна, как звучит утвержденное советом вопрос в повестке дня на сегодняшний день? Внесение изменений. Да, я знаю, Александр Анатольевич, что решение, что техническая ошибка произошла. Потому что принятие, когда нет вообще, я с вами согласна, нормативно-правового акта. А любые изменения, даже в новой редакции, это внесение изменений. Тут не что-то ошибка. Ничего подобного. Уважаемые депутаты, внесение изменений, это внесение в формулировку отдельных положений ранее принятого нормативно-правового акта. То, что предлагает вам депутат Миненкова, это принятие нового нормативного правового акта. А следовательно, вопрос в повестке дня должен звучать таким образом. О принятии нормативно-правового акта в положении о порядке проведения конкурса. Что вам и подсовывает в качестве решения. Но вопрос в повестке дня, за который вы сейчас проголосовали, звучит о внесении изменений в положение. Поэтому отсюда два вывода. Или это просто подлог. Или на самом деле, таким образом вас хотят запутать, чтобы вы приняли положение, предложенное администрацией. Ой, играете какого? Ну, московского вывода. Кем-кем? У вас все, Александр Ильич? Я просто хотела вам сказать свое небольшое замечание вам. Вы всем предлагаете соблюдать с переглямами. Статья 30-ая, о чем говорит? Я готова выслушивать все ваши обвинения. Замечания, предложения. Но в корректной форме. Я вас обижаю такими словами, которые, говорите вы, подсовывает, подмазывает, прогибается, врет. Это как вы считаете? Вот как вы считаете? Это нормально? Вы представитель комиссии по этике. Второй вопрос. Наталья Вячеславовна, за какое решение вы будете голосовать? Вы мне не ответили. За какое решение мы будем голосовать? Он мне не ответили на мой вопрос. Наталья Вячеславовна, это скорее бы моя радость. Я неправильно себя веду с поведением в Совете. Я могу решить, как принимаю власти, да, и все слова. Правильно? Конечно. Да, товарищ депутат, у нас уже накопилось это отклонение, но меня обвинила Александр Анатольевич, я плохо знаю ничего регламента. Я стараюсь, да, но в регламенте такие вещи прописаны. У нас может депутат встать и уйти с Совета, может не предупредить, что его нет на Совете. Понимаете? Правильно? У нас комиссия по этике, которая предлагает говорить, она просто отсутствует. А пора бы, наверное, если Александру Анатольевичу напряг их делать, давайте какие-то вопросы проведем, выберем другого человека, представителями этой комиссии. Она нужна, потому что, товарищ депутат, мы немножко как-то расслабились. Это и мой адрес тоже, пожалуйста, замечательно. Надо уважать друг друга. Пожалуйста. Замечательно, ваш адрес, Михаил Михайлович. Комиссия по этике рассматривает заявления о нарушении этических норм на Совете. А следит за порядком по регламенту председатель Совета депутатов. Я об этом сказал, да. Вы же знаете, на себя не напишете заявление. А вообще, так вот, вопрос. Запишите вы. Давайте по повестке дня. Конечно. Давайте. Давайте. Ну, давайте. Дайте вот так. Еще какие соображения будут? У меня вопрос, Наталья Вячеславовна. За какое решение она предлагает голосовать? Я тоже, как у нас написано, помню, все изменения. Хотел бы, как бы, видеть эти изменения на конкретном положении. Я вам объяснила, что это была техническая ошибка. Ошибки бывают у всех. Это не принципиально. Принимаем или не принимаем, каждый примет решение. Кто не хочет принять это положение, он проголосует против. Кто захочет, проголосует сам. Ваше мнение, Михаил Михайлович, это не принципиально. Это техническая ошибка. Вам уже сказали об этом. Я знаю. Я понимаю, о чем я скажу. Я все приказана. Пожалуйста, Наталья Вячеславовна. Я сказала, что единственное изменение – это номинование и срок. Но здесь есть одно существенное изменение, которое идет в разрез регламентов, а именно открытое голосование. В нашем положении, которое на сегодняшний момент рабочее, оно действует, никто не отменял, голосование – тайное. Это как бы существенный момент, о котором мне не сказали. Может быть, кто-то не читал. Ирина Михайловна, номер, скажите. Шесть, девять. Извините, конечно, я волнуюсь, но у нас был предсовет, Ирина Михайловна слышала, я это озвучила. Регламент шесть, шесть, десять. Да, в регламенте, но мы можем проголосовать, что будет закрытое, и регламент менять не придется. Просто как бы вы сказали, что ничего существенного нет, это существенное. Нет, существенно, извините, но сегодняшний день. Знаете, товарищ депутат, вот, как бы, для информации, больше, чем в 60 регионах Московской области прошли выборы, да, главы. И только у нас в Красноармейске, по-моему, вот так мне сообщили, голосование тайное. Значит, у нас какой-то особенный город, антикоррупционный, все вот только витают, коррупция, коррупция. А мы в том году, помните, была полемика, тайно голосовать, проголосовали четверо за открытое, в том числе и я, Андрей Андреевич был инициатором, и я сейчас говорю, а что в таком, коррупционном, в этом голосовании открытое, скажите мне. Ну, может, я чего-то не понимаю, вот в чем коррупция моя, если я проголосую открыто. Михаил Михайлович, мы, наверное, когда на предсовете разбирали, у нас выборы президента закрыты, выборы губернатора закрыты. Там же нет никакой коррупции, правда? Я не знаю. Выборы инициатором. Мы не хотим идти и сказать, что на камеру меня запусили. А кто из нас, из депутатов, разговаривал со своими избирателями? В отношении к этому. Андрей Андреевич в том году говорил. Я неоднократно разговаривал со своими избирателями. И народ хочет знать, кто у нас главный. Мы должны быть в совете в отношении двух позиций. Разложите их всем, чтобы здесь тоже услышали. У нас сейчас вопрос по другому голосованию или другому изменению. Может быть, сейчас я не могу понять. У меня вопрос. Кроме этого, еще есть какие-то изменения, чтобы вы сразу все озвучили, посмотрели и либо приняли, либо отказали? Потому что кроме этого еще что-то есть? В принципе, я направляю вас в адрес Совета депутатов сравнительную таблицу. В принципе, это получается словосочетание «казнить нельзя помиловать», и поставить запятую. Единственное, это действительно существо, это в номиновании, которое у нас есть. Сроки 14 и 20. Все остальное, бенетично, просто как бы. Сделали. Вы должны спросить, почему вы сравнивали с такой поэтап, а как и не знали, а сроку, а название «казать» и «казать» и «казать»? Казать, вы хотите что-то сказать? Ну, я не знаю, если бы изменения, то по мне тут кажется, что надо голосовать за каждый изменивый. А название «казать» и «казать» – это вот, по сроку, может голосовать, а отдельно голосовать по пункте 6, но его нет смысла голосовать, потому что он у нас записан уже в регламенте. Сейчас у нас вопрос только об одном вещи, да? Открыто и закрыто, давайте по голосованию, когда открыто и закрыто, а потом в целом, или по динаменту? Нет, потому что сначала был в самом деле открыт. Открыт у нас в регламенте. Нет, но мы в регламенте. А, я понял. Ну, мы в регламенте. Ну, мы в регламенте. У статья 37-1 в регламенте. Мы говорим конкретно, допустим, на двух или трех изменений, которые сейчас будут в этом положении. Товарищ депутат, ну вот предложение такое, за основу этого предложения проголосовать, а затем изменения отдельно. Как Вы считаете? Мы за основу не можем принимать документ, который противоречит ради принятым правовым актам. Понимаете? А зачем мы говорим? Ну, 6.9. 6.9. Ну, нам придется согласить изменения в регламент. Почему Вы так решили? Если не Вы так хотите. Вы хотите голосовать о том мнении? Михаил Михайлович, у Вас, давайте так, причинно-следственную связь восстановить. Вы сейчас предлагаете голосовать за документ, который заранее противоречит действующему законодательству. 6.9. Мы берем за основу, когда мы будем в целом голосовать, когда Вы можете сказать, будет он противоречит или нет. Его надо изначально исключать и голосовать за основу. А потом, если Вы хотите, то вставляйте, но прежде, чем Вы его будете вставлять, Вы должны и отменить регламент. Вы вот это понимаете или нет? Конечно. Ну, слушайте, хотя бы причинную статью, которую мы примем. Давайте проголосуем. Проголосуем за 6.9 убрать. 6.9 убрать. И потом за основу будем в целом не противоречить. Давайте за 6.9 убрать. Есть. Есть. Если Вы хотите, чтобы как-то вывести их в эту казусу. Спасибо. Право. Пожалуйста. За основу. 200 пунктов 6.9. Кто за? Против. Продержали. 11.2. Спасибо. Значит, переносим. Теперь. Голосование по пунктам. Да? Можно я тогда озвучу, которые были в пункт. 6.9 уже нет. Нет. По каждому. По каждому. Александр Николаевич. Вы предлагали по каждому, да? По каждому пункту. Да. Наживание положения о порядке проведения конкурса по отбору комитетов. А, нет. Смысла нет за это голосование. Только 14 дней остается. Остается только 14 дней. 4.7. А мы в прошлый раз, когда мы рассматривали данное положение, уточняли по поводу работы муниципального старта. 4-5 лет. Говорили, что там даже будет 4. Посылается на номер. Номер скажите, Елена Михайловна. А как я буду это вносить, если на прошлом Совете совет сказал не надо. 5 лет скажи. Вы говорили, что там даже четырёх. Не менее четырёх. Не менее четырёх. Не менее четырёх. Нет, сейчас секунду. Сейчас в этом не менее пять. Сейчас посмотрим. Это пункт 55. А, да, пункт 55. К кредитату на должность. Не менее пять лет. Голосуйте, пожалуйста. Это не противоречит квалификационным требованиям. Квалификационные требования, они даны для того, чтобы четыре года меньше нельзя. Можно установить десять, можно установить пятнадцать. Мы выбираем главу, да, и мы и пишем, кого мы хотим видеть с таким стажем. Ваше предложение поставить четыре. Проголосуй мне вопрос. Четыре – это минимум. Скажу почему. Потому что глава имеет классный чин, а для этого классного чина есть определённый требование. Можем узнать, что здесь хоть пятнадцать, но не меньше, чем четыре. Вы ставите на голосование пункт 55 Елена Михайловна? Нет? Нет? Пункт четыре – семь. Пункт пять. Вы ставите, Елена Михайловна? Нет, 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 нет. Вы сами не выставили. Четыре – семь. Кто за? Кто за? Пожалуйста. Четыре – семь. Две недели. Андрей, скажи. А, всё. Раз, два, три, четыре. А чему голосу? Четыре. 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 Девять. Четыре. 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 ется. Четырнадцать и четырнадцать, и当 согласовались четырнадцать. У arbitra о 11 – случаев, и нас зависит от того, что мы голосовали 20-14, и当 голосовали 24 am, голосование 20 и от 14除 routes площад до 11. Но предложение 20,20 прос � kem — 114 дней, расстреляется 4. Мы голосовали за 4. Мы голосовали за 6. И все в чем? Что это? Путавцы депутаты, значит, предложение за этот вопрос проголосается... Кто за? За что сейчас голосуем? Назвать, давайте, вопрос. За данный вопрос... За решение? Да. А где решение? А вы скажите, Александр Анатольевич, пожалуйста, а вас готовы на это ваше заключение? А можно... Наталья Вячеславовна, хорошо, что вы подняли вот этот вопрос. На самом деле, Михаил Михайлович почему-то не отписал мне для подготовки заключения к комиссии. А вы, когда хотите, вы пишете сами. Ничего подобного. Наталья Вячеславовна, давайте я объясню. Вы задали вопрос и не перебивайте. Сухарев обычно пишет. Кубаревичу для дачи заключения. Только по вашей просьбе. Ничего подобного. Ничего подобного. Наталья Вячеславовна, вы бесконечно доверяете. Минуту. Михаил Михайлович, тогда Валерия Николаевна присылает документ в какой-нибудь муниципальный правовой акт, для того, чтобы мы сделали свою экспертизу, написанную комиссией, Лерой написанную в письме, комиссией по законодательству для дачи заключение. Валерия Николаевна, мне приходил документ, вы посылали мне по поводу совершенства. Понятно, почему нет заключения, Наталья Вячеславовна. А вот мне интересно, почему нет заключения администрации города. Это обязанности. Почему нет заключения администрации города, Михаил Михайлович? Оно не обязательно. Ну, давайте, Наталья Вячеславовна, я вас немножко просвещу. Согласно положению о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение Совета депутатов городского округа и регистрации и хранения муниципальных актов, статья 2, подготовка муниципальных актов, в пункте 2, говорится, подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется субъектом правотворческой инициативы, как правило, самостоятельно. Второй абзац. Проект муниципального правового акта, кроме проектов муниципальных правовых актов, относимых главой городского округа, направляется председателем Совета депутатов в день его регистрации в Совете либо на следующий день в администрацию городского округа для согласования в порядке и в сроке, установленной рекламентом администрации городского округа, касаемой с Московской области. Т.е. вся процедура принятия данного нормативного правового акта нарушена даже в деталях. Кирилл Александрович готов к этой заключению. Кирилл Александрович, у вас устроитесь? Я сейчас дам вам исключение в этом вопросе. Кирилл Александрович, Кирилл Александрович, как в анекдоте, вам везде. Но для этого есть юридическая служба. У нас просто был прецедент, когда Совет принял нормативно-правовой акт и предыдущий глава его подписал без экспертизы. Впоследствии на этот нормативно-правовый акт был наложен протест. Александр Иванович, я все-таки позволю себе продолжить. По данному решению я, как руководитель администрации его полностью поддерживаю, даже по исключенному пункту 6.9. Спасибо. В таком случае администрация гордо тоже направляет Совет. Акт, противоречащий предыдущим действующим муниципальным правовым актам. Кстати, депутаты, послушали и все, да? Предлагаю проголосовать на решение. Мы должны решить на пункту 6.9. У нас что будет? Мы должны решить на решение, а по пункту 6.9. Формировку решений можно? В таком виде мы сейчас будем голосовать. Принятие изменений, для меня есть нормативное решение. У нас тут есть на руках два решения. Одно – принятие внесения изменений в положение, а второе – принятие нормативного положения. За какой мы голосуем? Принятие нормативного правового акта. Принятие нормативного правового акта. Существует такое. И еще Александр Кругович Губавевич тут ответственный за контроль. Вы не против Александру Круговичу? Или возбудить возражения? Контроль чего? Какие-то другие соображения можем стать депутатами. Контроль можно возложить на докладчика. У нас еще есть наша профильная комиссия, у нас там четыре человека. Вы просили, Александр Ильич? Да нет, я не знаю. Товарищи депутаты предлагают проголосовать за вами. Кто за? Кто против? Вы сдержали? Спасибо. Переходим ко второму вопросу. Подождите, ко второму вопросу. Я, как ответственный за контроль исполнения настоящего решения, хочу уточнить, каким положением о порядке проведения конкурса мы будем пользоваться. Потому что положение, принятое нами год назад, не обменено. А, мы его признали, да, четвертым? Да. Все, тогда вопрос снимаем. Спасибо, Александр. Стас Ильич, Вы готовы? Ну, у меня по повестке дня два вопроса. Выговорим конкурс по отбору кандидатов в числе, который в Советном депутатах поддерживается, и назначение членов конкурса по отбору кандидатов. Ну, здесь есть некий указ, даже небольшой. Дело в том, что мы только сейчас принимаем положение, то есть, пока оно не будет опубликовано, соответственно, нашей информации, мы не имеем права провести вот эти два предприятия. Поэтому у меня есть предложение данные вопросы сегодняшние повестки снять и рассмотреть их в неочередном заседании Совета. Ну, давайте определимся по времени. Я предлагаю все это время. Когда уже будет опубликовано, то... Через неделю. Да. Ну, то, что... Принято, то, что... Принято. Принято, что я могу сказать. Иначе мы просто не сможем сейчас завести. Пока не будет опубликовано следствия к массовой информации, не только законной силе. Почему не писать? Александр Сергеевич, ну, мы сегодня все ошибаемся, мы просто не можем исключить, мы будем не посылать за основу. Ну, снять эти вопросы, и мы посылать за основу. Да, не посылать за основу. В связи с тем, мы говорим в повестке. Они в повестке. В повестке. Мы их не можем, просто можем не рассматривать и не согласовать за основу. Да, да. Я предлагаю перенести на мне чередневное заседание Совета. Перединить по одним решениям. Такая ошибка. Я абсолютно не могу, не ожидать. Но, если вы не знаете, я не могу. Я уже не могу, не уйти. Здравствуйте. Всё это было. В terrorists будет японский законодательство, а без виновных листов. Правда? Да. И я не знаю? Не знаю, как бы я это военные, не уходи. И я не могу. Еще раз, объясню. Не все депутаты, здесь есть такая просьба, определиться с датой, чтобы у нас был кворум на выборы главы, чтобы так не получилось, что мы назначаем срок, а у нас там придет 9 человек. Вот чтобы к 4-му часу, когда будет неочередное, определиться с датой. То есть это 4-й, 4-й, 5-й. Сколько дней? Да, 10 дней. Мы назначаем заседание конкурсной комиссии последней. В течение 10 дней после последнего заседания у нас проходит вызов. Мы можем через 2 дня, через 2-й или через 2-й. Не позднее 10 дней. Да, не позднее 10 дней. Нужно определиться всем, у кого, может быть, какие есть предложения. К 4-му числу давайте постараемся, посмотрим, кто когда что. Ну, потому что график отпусков есть, допустим, много таких разбросов, больших отпусков там. А, Наталья Вячеславович, мы сейчас задавали, с какого числа 4-го по максимуму минимально и максимально? Вот 4-го мы должны определить в последнее заседание комиссии. Да, когда оно будет, сейчас вот у меня просто расчеты нет, конкурсный вопрос. Вот, а с последней своей комиссии это конкурс. Ну, а 4-го числа сколько при этом? А 4-го числа, когда комиссия прошла, в последней заседании, 10 дней. 10 дней. Нет, 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 4-го у нас не очередное заседание совета. Сколько дней после полочитетов, что у того, кто... Нет, 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 2-й лет приют документов, да? Да, да, да. Да, мы объявляем, значит, по-моему, у нас 20, могу сейчас запутаться, да, 20 дней у нас объявления, да, и потом собирается документы. Вот сейчас не могу мне расчеты делать. Давайте вот после перерыва, после перерыва, я вот все посчитаю, понимаю, что... Надо вот прям... Я после перерыва все напишу. После перерыва, я уже не буду поднимать этот вопрос, я все равно всем добраться. Да, вот, что должно быть чуть-чуть парить на всем, что... Вы скажете, что такой конкурсный комиссий, после своей конкурсной комиссии назначает неочередное, и на этом неочередом уже тогда хорошо. Товарищи депутаты, ставим на голосование. Данный вопрос... Второй вопрос... Второй вопрос... Мы еще по третьему рассматриваем. Голосуем. Если за основу не принимаем, не рассматриваем. Кто за? За, не принянуть. Да. Да, да. Не принянуть. Нет, 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 за основу голосуем. Ну да... Кто за данный вопрос, за основу, товарищи депутаты? Ну, Михаил Михайлович, вы делаете ошибку. Если вы сейчас не принимаете решение, значит, получается, что Совет не назначает выбор. Поэтому сейчас во втором вопросе должно быть решение, конкретно сформулированное, перенести решение по данному вопросу на дата времени. А иначе повторно вы не можете голосовать, вы понимаете? Нет, послушайте, Александр Ильич, мы этот вопрос не рассматриваем, за основу мы принимаем. Вы вопрос уже рассматриваете, приняв повестку дня. За основу мы принимаем, значит, у нас уже вырос. Значит, Совет не принимает решение о назначении выборах, если вы не принимаете за основу. То есть Совет высказал свое мнение по поводу вот этого проекта решения. Вы понимаете? Конечно, надо просто донесать в решении по второму вопросу, перенести данный вопрос на внеочередное заседание, которое состоится 4 июля, там, в 14, доход в 10 утра, какая там будет один вопрос. Ни в коем случае не делайте это ошибки. Спасибо. Это не налог на землю под гаражами, понимаете, который несколько раз можете... Александр Ильич, я, наверное, себя точно так же буду вести теперь с вами. Не обижайтесь. У меня есть что вам сказать. Извините за путаницу. Вы все поняли, да? Формулировка Александра Ильича. Кто за данным условиям? За первую. Да. Да. Кто за? Спасибо. Единогласно. Значит, на 4-й. Как же время удобно, товарищ депутат? Два удобно? Довольно. Можно, в ряд, в два. Конечно. Два и в 6. Дождите, ну, дождите, куда? В 4-й. Сюда. Да нет, а в 4-й не финал. В 6-й. Ну, не в 2, Александр Ильич. Ну, в 4-й он может. В 4-й он может. Мы тебя попросим, чтобы перенесли в финал, Александр. Если что, пойдет. Давайте начнем. Южная Корея с этим будет играть. С Камероновым. Третий вопрос, Александр Сергеевич, пожалуйста. Третий вопрос я тоже сам предлагаю снять. Принесо прописистили. Почему не нужно? В 4-й, я в 1-й, я в 1-й, я в 1-й. Почему его не принял судить сейчас? Дело в том, что опять я возвращаюсь к тому положению, которое у нас сейчас мы увидели, будет опубликовано официально. И с этого времени я отвечаю за комиссию. Это имеется в виду, которое мы сейчас видим. А там есть руководка такая, что комиссия назначается там решением, советом, и т.д. И предупреждается. Но это ничего у нас не значит. В том смысле, что если мы перенесем, мы сделаем, объединяем в один вопрос, нам в нечередном заседании. Нет, один вопрос, не надо объединять, это разное решение. Но это решение, оно не влияет на первое, мы можем принять товарищи сегодня. Есть второй вариант. Своих вариантов. Потому что чем мы раньше подадим заявку на вторую тройку, тем лучше. Ведь наш губернатор говорит, где сейчас своих трех крышкает. Да, что же нет. Конечно. Анталья Павловна, пожалуйста, снова вам. День, коллеги Александр Анатольевич. На сегодняшний момент нет оснований направлять письмо от Совета в адрес губернатора, поскольку конкурс не объявлен. Основанием направления письма от Совета депутатов в адрес губернатора является объявление конкурса. Хорошо. Александр Анатольевич, а может такой выход, что мы напишем направить настоящее решение после объявления конкурса? А рассмотрись, кандидат, это будет нарушение? Основание нет. Нет, мы напишем, что после... Я считаю, что Наталья Павловна достаточно хорошо объяснила. Причина следственной связи здесь очень простая. Мы сначала объявляем конкурс, объявляем. Вторым. Но это будет разным другим. Вторым вопросом нам неочередно. Ну, давай так объявляем. Тогда это будет основанием для принятия вот этого решения. Тоже решение Совета будет переносить. Перенести данный вопрос на неочередное обстоятельство. Товарищ Александр Анатольевич, а мы можем в неочередном вот этот третий вопрос сразу после второго вопроса рассмотреть? Чтобы на второй раз вас не собирали. Обещается, ввиду на неочередное можно? Да, более, более... Вы сейчас решили? Не было такого. Вы сейчас уже формируете повестку в неочередном. Что хотите? Между прочим, сейчас Кирилл Александрович может, раз уж мы назначили в неочередное, восьмой вопрос. Перенести в четвертый. И не нарушить тем самым регламентом. А давайте мы посмотрим, что в памяти написано про неочередное обстоятельство. Смотрите. Вопросы, которые вы не заположаете? У них в какую-то... У них в какую-то... Что такое? Что такое? Мы по третьему будем голосовать? Да-да, сейчас вот регламент посмотрим. На ходу учимся. Нет, это правда. С неочередном изоблокательные вопросы. Изоблокательные. Количество. Давай-давай. 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 Товарищ депутат, голосуем за перенос третьего вопроса. Прошу поднять руки. Кто за перенос? Во-первых, второй, третий. Четвертый вопрос. Потом шестое. Семьдесят. Спасибо. Значит, уточнять время. Предлагается третий вопрос четвертого июля. Ну, лучше. На четырнадцать тридцать примерно вот так вот. Не возражайте, так что никуда. Чуть-чуть не взрослый. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Два, второй, четырнадцать тридцать третий. То есть подряд переносли. Мы здесь шутки. А то это все-таки чемпионат въем. Ну что. Четвертый вопрос. Переходим к четвертому вопросу. Внесение изменений положения в управление и распоряжение Уважаемые депутаты, на рассмотрение и принятие Совета депутатов выносится два проекта. Первый проект, который был окончен в зависимости от положения управления и распоряжения муниципального имущества городского округа Красноармейск, принято решение Совета депутатов городского округа Красноармейск 26 августа 2015 года. Данный проект предлагается для урегулирования вопросов управления и распоряжения муниципальной собственностью. В положение внесено изменения в статью 1, то есть, что это учет муниципального имущества. Также данное дополнение устанавливает подробный порядок учета муниципального имущества с целью прогрирования иностранной информации, необходимой при осуществлении администрации Совета депутатов и премистративного имущества. Прошу придержать. Расскажите, пожалуйста, кальчик депутат. Вопросы, закладчиков? Здесь хотелось бы узнать вопросов в обещании комиссии ПСБ. Но предложено, а вопросов в обещании у нас потом будем ли он? Да, комиссии депутатские. Есть согласие у нас по принятию этого документа или нет? Я думаю, что надо согласиться с долгами и объединения ПСБ, и для норматива долга требует доработки. Спасибо за рекомендации. Доводы ПСБ, ПСБ – это самостоятельный орган власти. Доводы ПСБ, мы внимательно на том месте приняли их по вниманию. Здесь рассматривают любой орган власти, Совет депутатов. Если можно, либо сейчас, либо протокольно просто направить те предложения, что нужно учесть, мы их обязательно рассмотрим и учтем их в полном объеме. ПСБ. Проблема, пожалуйста. В том числе, на только черное охвоту было направлены документы, В процессе подготовки и подключения было установлено, что в соответствии с статьей 3.215 Гражданского хода В процессе муниципального бюджета и иное муниципальное имущество, закрепленное за муниципальным предприятием и учреждением, составляет муниципальный образование. Соответственно, средства муниципального бюджета составляют часть казны. Базовое положение, утвержденное в это решение, что это депутат Городского прогресса на месте, а 26.08.2015 Гражданского хода Вместе с тем, на основании пункта 1 статьи 2 положения в состав объекта муниципальной имущества, помимо 1 новой имущества, кое средства местного бюджета, то есть предметом положения является управление и распоряжение муниципальных размеров. Однако, утвержденным положением порядок управления и распоряжения средствами местного бюджета не определён. Контрольная счётная палата сообщает, что временно с документами обнесения в положение в адрес был направлен на экспертизу проекта нормативно-правоакта положения в порядке формирования и управления распоряжением муниципальной казны располненных в Род Красноармейске с решением об обозрении действующего положения муниципальной казни. Установлено, что вышеперечисленные документы, то есть проект нормативно-правоакт, относятся к этому вопросу. Урегулирование имущественных отношений в части формирования, управления и распоряжения имущества муниципальной казны. В названии вышеизложенного контрольная счетная компания считает необходимым бюджет на доработку проекта нормативного правового акта, а также определить необходимый перечень и состав нормативного правового акта достаточно для урегулированных имущественных отношений в части формирования и управления при распоряжении имущественным и условиях с общим средствами местного бюджета. Это заключение контрольной счетной компании. Чем чревато ли сможет вступление в бюджетную решение? Общий, 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 общий. И наше такое, если говорить общее, мы словами, что здесь имеют место методические недоработки, которые в дальнейшем в процессе работы будут иметь свои последствия, не улучшить в плане методических подходов к конкретизации, только во всем вопросам касающего управления имущественной казной, то есть вернее казной, потому что казна это более широкая понятие, чем просто имущественная казна. То есть мы просим длительность внимания к точке зрения, что подобные документы, что фундаментальные документы имеют в соответствии с хорошей политической и методической проработкой. И это позиция? Спасибо. Смотрите, в данном случае авторитетное мнение КСП – это авторитетное мнение КСП. Мы выносим на рассмотрение данное положение. Если, вполне допускаю, Совет депутатов видит в нем какие-то недоработки, протокольно направляете, что не нравится, мы обязательно в ближайшее время внесем изменения и направим новое положение. Если вы, в принципе, я его вношу, значит, это положение для меня рабочее, оно мне нужно. Если вы видите, что оно рабочее, вы можете принять любое решение, в случае отказа просьба протокольная просто указать, что конкретно не устраивает, не в целом там не нравится все, а вот конкретно. Я проработаю эти вопросы и в ближайшее время учту их и внести. Нет, вопрос был другой, администрация будет работать. Парализуем, да, если... Ну, мы сейчас немножко ставим таким более критическим оверх, здесь вопрос, наверное, о парализации работе ведется, но мы говорим о том, что мы поставили сюда. Нет, если у них реально будет в чем-то загрузка, и администрация просто встанет, мы смотрим, работаем. Александр Николаевич, а у вас что есть сказать как председателем кофейной комиссии? Ну, я согласен с вами, что вы сказали, ведь я понимаю, что можно вести порядок здесь, чтобы потом эти терминологии у вас не приводили к каким-то конкурсам, да, уже, поэтому удовольствие управлять как положено. Конкретно, да? Да, вот тут мне кажется, что они очень юридически подкованы, я могу управлять на знание образа ТССР, я считаю, что надо будет вести. Тем более, спешно, никакого нет. Если вопрос там обустройства, честно говоря, что они боятся, это надо принимать срочно, да, что дети узнали, давайте уже дают. Я полностью поддерживаю Александра Николаевича, если можно все, ну, как бы это, в случае отказа протокольное, просто написать, что конкретно не устраивает. Потому что, чтобы мы не вынесли вновь, потому что, с точки зрения позиции администрации, мы считаем, что этот документ рабочий, да, он начнет действовать в случае принятия, да, и мы можем вносить в него изменения, ну, как во все законы Российской Федерации, на активно-правовые акты. Можем вносить, что кому нравится, что там может происходить. Это такой тяжелой механизм. Поэтому тут решение, решение уже на это полномочия совета депутатов будет? Тут есть вопрос. Здесь вот статья 1. Учет муниципального имущества. 3. Внесение есть муниципального имущества, сведения в объектах учетов, правообладателя которых не появлены. Осуществляется на основании поступившего в отдел имущественных отношений, установлен по этому документу служебной записи от соответствующего вступного подразделения администрации городского района. Как раз вот хотел сказать по поводу того, что вот эти вот документы, значит, именно в отдел имущественных отношений, если предыдущий взять положение, там у нас был комитет имущественных отношений, 15-го года еще. В смысле в чем? Вот это вот слово отдел или комитет, или управление там может быть, или еще как бы департамент там завел. Может просто написать структурные подразделения, которые занимаются имущественными отношениями? Которые возложены полномочиями? Да, да. И условно отдел его... Смотрите, в данном случае можно носить изменения, то есть мы с какими-то вещами можем соглашаться здесь, поэтому это замечание вполне принимается в рамках этого совета. Ну и, к слову, у меня просьба такая, вот по поводу бесхозяйного имущества, у меня просто поводит. Давайте мы более внимательно будем относиться. Я могу сказать, мы вчера буквально до игоряка, значит, о том, что я сказал, эту ливневую канализацию, она несколько миллионов вообще стоит, значит, она сбегали уже на протяжении более чем двух десятков лет. Значит, вот эти объекты, они должны быть у нас, значит, обозначены, подкатастроены и так далее. Это как стабилизация... И это комиссия по инвентаризации администрации . полномочия администрации на комиссии есть в этой комиссии на самом деле реализация такая вещь по направлению, то есть если идут инвентаризированные линии, например электропередачи водоснабжения и газоснабжения, то соответственно это инженерная структура и так должен быть инженер, если это финансисты, то это финансисты можно я прочитаю 32 статью, у меня сложилось такое впечатление, что на отравление дорогое есть статья 32, порядок рассмотрения принятия решения, пункт 4 по поводу наших предыдущих, если проект решения не примет за основу, то он либо отклоняется, либо отправляется разработчикам на доработку и для этого решения создается специальная редукционно-согласительная комиссия значит, мы, получается, что мы не принимаем за основу и отправляем его на доработку я просто читала перед тем, как голосовать за основу, чтобы мы понимали, что мы можем делать соответствие с ним а у нас решения не будет, мы просто его отправляем в протоколе, ведешь уже протокол, что мы отправляем на доработку хорошо, поступило предложение отрицателю профильной комиссии Александра Николаевича почему, за основу, да, ну, не быстро кто, товарищ депутат, кто за данный вопрос подождите, еще кончилось? можно вопрос? пожалуйста Евгений Владимирович, у меня вопрос к вам скажите, пожалуйста вот, статья 11, изложенная в новой редакции каким-либо образом ваш вывод в пункте 2 противоречит ему или нет? или является просто частью того, что вы хотите сделать в этом выводе? вы пишете, определить необходимый перечень состав нормативно правовых актов, достаточный для углеводов и так далее статья 11, противоречит вашему выводу или нет? статья 11, предложенная главой города я а еще раз повторите может не запуститься, потому что мы дали рекомендации отношения статьи 2, а есть в 8-м статьи 2? в год то есть, на самом деле, ваше заключение ваше заключение касается преимущественно других статьй данного положения поэтому я, на самом деле, предлагаю, если не против, конечно, контроля счетной палаты предложение главы города предложение главы города раз по изменению статьи 11 учет муниципального имущества принять, но пятым пунктом так, не пятым, а уже будет вторым пунктом пускай будет вторым пунктом сформулируют следующим образом администрации города совместно с КСП городского округа в срок до мы сейчас определимся определить необходимый перечень и состав нормативно-правовых актов достаточных для урегулирования имущественных отношений в части формирования управления и распоряжения имущества муниципальной казны в том числе средствами местного бюджета и представить план разработки и принятия указанных по словам Дело в том, что по большому счету выносятся два предложения от администрации по управлению муниципальным имуществом и управлением муниципальной казной и у нас, соответственно, есть два заключения и они почти очень сильно перекликаются весь смысл заключается в том, что есть два документа фактически два документа существуют, да? когда один дополняет другой и мы говорим о том, что нужно внести понятие в положении, что такое муниципальная казна сделать его однозначно понятным и прозрачным и второе это разработать положение об управлении этой казной и поэтому это относится к тому, что определиться какое должно быть количество в итоге документов, да? которые должны быть ясно и понятно депутатам и, соответственно, полностью, так сказать, удовлетворять требованиям администрации в этом плане сколько их будет документов один, два или три вот я в этом плане мы пытались сказать определиться какое количество нужно на МПА, да? и второе отнестись ну, наиболее степень глубиной проработки в том, чтобы они закрывали все вопросы которые необходимы то есть, на самом деле правовая база регламентирующая учет имущества и распоряжение казной у нас в городе не ну, будем говорить, мы доверяем ее надо поднимать один документ но он, как бы, требует доработки дело в том, что постоянно меняется федеральная законодательная и необходимо в соответствии с веяниями, так сказать то, что за основами да, нужно дорабатывать плюс еще какая-то, так сказать непосредственная практика работы она тоже накладывает свою пищу мы в этом плане выросли свое мнение в том, что да, документы разработки у нас в нем есть определенные, скажем так пожелания мы просим администрацию учесть наше мнение определиться не с внутренним выполнением и, соответственно в общем перечня документов которые по большому счету может быть и одним да то есть положение и порядок и порядок если мы сейчас вот в моей форме принимаем вот этот пункт да вы понимаете что на самом деле ваше пожелание на самом деле становится уже законодательной власти становится руководством действия администрации поэтому если мы примем вот такой тексток еще раз администрации города соответственно с КСП горы городского округа в срок до а дальше по тексту определить необходимый состав необходимых и так далее по тексту напечатанному и представить план разработки и принятие указанных документов и и соответственно у нас тут мысль такая поддерживаю только поручение может быть администрация одной ветви власти а не может контролирующий орган разрабатывать документы заместных. Я не возражаю формулировать администрацию. Здесь можно просто создать специальную комиссию, которая депутаты и администрация. Мы это отработаем и примем, когда будут готовы. Скажите, пожалуйста, 11-я статья очень влияет на жизнь. Читая ее, я не вижу этой версии. Мы можем принять правильное решение. Мы очень предложили, чтобы администрация доработала. Все, и потом уже в другой раз мы сложим это же, в соответствии с тем, что Владыч, это все очень будет. Чтобы эту работу не прополнить. Мы можем точно так же. Нам предсказать администрацию на заключение, мы в порядке просто отработаем правы. То есть механизм не меняется. Просто мы выступаем за то, что надо учесть наше замечание. Депутат, затянулось у нас решение, поэтому давайте-ка голосовать. Задаю вопрос за основу. Прошу проголосовать. Кто за основу? За основу. Чтобы с ним работать и начинать править. Кто за? Против? Воздержались? Спасибо. Данный вопрос принят за основу. Какие еще будут, пожалуйста, замечания, дополнения к данному вопросу? У меня вот именно, наверное, к оформлению решения, самое второе. Чтобы было красиво, технически тоже ошибки, нормативный тововой акт написать с маленькой буквы. Третье. Значит, администрация городского округа Красноармейска. Тут написано размещение только на официальном сайте. и прописать счет для публикации в средствах массовой информации. Ну и давайте, может быть, и Александр Сергеевич сам озвучил, он уже про отдел имущественных отношений озвучил. Это я тоже, думаю, нужно поставить на голосование. И, Александр Дмитриевич, вы, наверное, тоже внесете, да, изменения, что отправить на доработку. Вы сами это озвучите. Вот у меня три. У меня три. Второй вопрос. Нормативные и правовые. Сделать с маленькой буквы. Второе. Внести еще не только официальные сессии, да, а еще средства массовой информации. И изменение отдела имущественных отношений. Заменить. Вот, Александр Сергеевич, структурное подразделение. Структурное подразделение. Структурное подразделение. Здравствуйте, депутаты. Прошу выголосовать за три дополнения депутата Миниховой отдельные. Значит, первый МТА с малой буквы. Кто за? Прошу выголосовать. Что за? Раз, два, три, четыре, пять. Против. Воздержались. 10. Кто за? Второй пункт официальный сайт и СМИ. Второй пункт. Второе замечание. Кто «за»? Чтобы еще средства у вас не информация писать. Кто «за»? Ирина Михайловна, вы как? 10. Против. Вы сдержались. И третий пункт. Изменения. Кто «за»? Против. Воздержались. Спасибо. Еще, Александр Анатольевич, у вас два существования. Да, давайте. Значит, внести второй пункт, а следовательно исправить нумерацию. Второй пункт следующего содержания. Администрации города... Лер, тебе... Медленно или передать бумагу? Я написал. Продиктую передашку. Ага. Администрации города... Занимая бумажкой, я написал на Ирины Михайловны. Администрация города совместно с КСП города. Администрации города совместно с КСП города. В срок до. Вот здесь надо, чтобы... Александр Анатольевич, просьба, вот мы тут уже решили, без КСП. Администрации города... Давайте без КСП уберем. Кирилл Александрович, вот здесь ситуация какая. Вот эта проблема поднята при принятии, при рассмотрении этого вопроса именно КСП. И перечень документов и то, как видит Евгений Владимирович структуру формирования правовой базы по поводу имущественного отношения. И как видите вы, это может быть различно. И не получится ли, что на следующий совет Евгений Владимирович напишет точно такое же отправить на доработку. Поэтому я и хочу, что сам... Пусть он вам хотя бы как он видит. Хорошо, согласен. Вот это правовое поле. Мы создаем сейчас вот этими положениями правовое поле, в котором вы будете работать. Я согласен. Я не говорю, что он будет списать, вы поймите. У него совершенно другая задача. Согласен. Все. Я так написал. Администрация города совместно с КСП городского округа. Срок до... Давайте все-таки... Это Кирилл Александрович. Определитесь, в какой срок вы сможете встретиться, обговорить и создать план принятия этой... На август. Сколько? На август. На август. На август. Срок до... 1 сентября? До 0108. До 1 сентября. И дальше по тексту идет по заключению... До 1 сентября. До 1 сентября. До 1 сентября. Ну, ничего. Ничего страшного. 08 плюс 1. Приходит на месяц позже. И далее по тексту пункта 2 заключения контрольно-счетной палаты. То есть, определить необходимый перечень и состав нормативно-правовых актов, достаточные для регулирования имущественных отношений в части формирования управления распоряжения имущественного муниципальной казны, в том числе средствами местного бюджета, и представить план разработки и принятия указанных документов. Спасибо, Александр Николаевич. Тогда, товарищ депутат, голосуем за данную поправку. Кто за? Александр Николаевич, а вы за? Я за. Спасибо. Кто против? Вы сдержались. Спасибо, товарищ депутат. Ну что, тогда голосуем в целом за данный вопрос. Кто за? Я за данный вопрос в целом прошу. Я еще не могу не сказать. Не надо ничего не обсуждать. Мы на это имеем в виду. Мы на это не можем. Кто против? Вы сдержались. Здоровья здоровья. Спасибо, товарищ депутат. Здоровья здоровья. Приседент Коффины комиссии Александр Николаевич. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Переходим к следующему вопросу. Номер пять. Приседент Коффины. Здоровья. Здоровья. Возле еще десять минут. Возьмите. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Допустим. Если нет каких-то замечаний... Можно я себе уточнение? Смотрите. Позиция по наличию утвержденного первого документа и рассматриваем документа. Хотел бы еще раз сформулировать свою позицию. Конечно, я с уважением к всем отношусь. Но если можно, для меня по-простому, что не устраивает? Если два документа, то они меня устраивают полностью. Да? Как вы говорите, живой механизм. Мы можем отменять, что-то устраивает, что-то не устраивает. Что касается управления, мы сейчас рассматриваем вопрос о том, скажем так, некую стою указанную. Что из него представлено? Следующий вопрос – это вопрос управления. В настоящий момент, при рассмотрении этого вопроса, позиция администрации, что меня устраивает вполне два документа. Один управление, один казна. Если есть какие-то, ну прямо конкретные, не просто объединить, это хорошее предложение. Мое предложение, вот я же вышел двумя вопросами, оставить два вопроса. Если есть по диповку, готовы записать, что конкретно, какой пункт изменить с Натальей Вячеславной по первым двух пунктам. С Нилов с одним согласился, а один уточнил. Спасибо. Так, все депутат приедете, что еще? Дело в том, что мы сейчас будем голосовать за утверждение вот этого. У нас страна – это не только имущество, да? Конечно. И поэтому тут вопросов много. Именно имущество переключается, естественно, денежные средства. Да. И вот поэтому нам нужно вот понимать, тут принятие, это новый нормативный правовой, в том относили изменения, вот в одиннадцатый год была статья одиннадцатая. Мы внесли и дальше все это же приняло решение дорабатывать. Здесь полностью положение. Если мы его, получается, принимаем и отправляем на доработку? Нет, смотрите, все правильно сказано. Мы… был задан конкретный вопрос по первому пункту, значит, по управлению имуществом. Пункт 1.4 распорядителем определили, что является администрацией. По пункту 1.5 я дал пояснение, что это администрация городского округа, как орган власти. Здесь есть другие предложения, но более конкретные. Почему мы не принимаем? Мы не принимаем, потому что перепрорулируют пункт такой-то. Мы его учтем согласно доработку. Моё мнение повторно, но в третий раз говорю, что нормативного права разработана с администрацией действующим законодательством. Возможно, есть, скажем так, некое состояние переклика с предыдущим документом, но это немножко разное. Одно состав – имущество и контроль, другое – управление этой истории. Мы приняли управление. Спасибо. Да, управление имуществом. Мы думаем, что нормативное право. Если можно, я по тексту самого положения, здесь вот в конце нет ни подписи, ни дата, чтобы писать нормативный правовой арт. Но это если мы принимаем, мы уже рассматриваем. Я просто вот сейчас говорю, обращаю внимание, что здесь это на документе. Тем более, я вот сейчас послушаю, посмотрел всё. Дело в том, что мы это положение принимаем, и отменяются два других положения, которые были приняты в предыдущем году и в десятом году. Сейчас у нас восемнадцатый год. Эта жизнь идёт, применяется. В принципе, нам с тем положением, которое было в десятом, которое работает сложно достаточно. Ну и моё мнение такое, что принять данные положения. Спасибо, Александр Сергеевич. Сидесячные депутаты, предлагаю голосовать за данный вопрос. За. Пожалуйста. Кто за? Кто против? Спасибо, товарищи депутаты. Продолжаем обсуждение данного вопроса. Конкретно. Давай с перерыва, а потом обсуждение будет долгие, нанесение изменений. Я поступил предложение сделать перерыв, товарищи депутаты. У вас предложение? Не, ну до этого сказали, что мы это проходим. Продолжение следует. Продолжение следует.